Всем привет, я Кристина Терещенко и это ежедневная сводка новостей Донбасса о войне в Украине. Говорим о ситуации по обе стороны линии фронта, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать. Окупанты продолжают атаковать мирные города и села вдоль всей линии фронта. Так, прилеты были по старой части Авдеевки, из артиллерии обстреляли Бахмут. Разрушение получили 8 частных домов, всего под обстрелами погибли 7 человека, 13 получили ранения. Неспокойно сегодня на оккупированных территориях, по заявлению боевиков ДНР, в результате обстрела 2 человека погибли в Калининском районе Горловки. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 4 гражданских в Куйбышевском и Пролетарском районах Донецка, Горловке и Макеевке. Также сообщается, что в Донецке на противопехотной мини-лепестке подорвался мужчина. Как уверяют боевики, взрыв произошел на улице Лобачевского в Кировском районе. Пострадал мужчина 61-го года рождения. Сообщается, что такая же мина найдена в парке кованых фигур. Еще один мирный житель погиб в результате дневного обстрела Кировского района. На Луганщине российские оккупанты укрепляются в Сватовском районе, минируют мосты, а также перебрасывают туда резервы. Как сообщил глава Луганской области Сергей Гайдаев, с Ватова оккупанты лишь периодически включают мобильную связь, а также усиливают контроль на границе с Россией, что, по его сведениям, не нравится местным жителям. Он рассказал, что возвращаться российские военные на украинские земли еще раз не хотят. Среди 200 мобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорт на увольнение или досрочное расторжение контракта. Из российского плена удалось освободить еще 20-рых человек. Об обмене пленными с Россией сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Также, по данным российских СМИ, на территорию РФ доставлены более 400 бойцов полка АЗОВ. Сообщается, что украинские военнослужащие размещены в СИЗО на территории Волгоградской, Ростовской, Белогородской и Воронежской областей. По заявлению Следственного комитета РФ, азовцы дают показания о преступлениях. Чтобы узнавать новости первыми, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Дежурный по Донбассу». Мы работаем для вас круглосуточно. Подвергся массированному обстрелу сегодня ночью и Николаев. В результате атаки оккупантов на город был поврежден пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены до основания, остальные под завалами. Из-под завалов достали 11-летнего ребенка, который провел там 6 часов. Поиски продолжаются. Ракета попала конкретно в его комнату. Мы спали в соседней. Нашу комнату не повредило. То есть удар принял ребенок. И все четыре стены в подъезде, все на него. 7 часов разбирали, не могли достать ребенка. И вот достали ребенка, завезли сейчас в реанимации. Также сообщается, что во время массированного обстрела Орехова Запорожской области погибла женщина. Сообщается, что в результате обстрела 13 человек получили ранения. Повреждены дома и коммунальные сети. Руководитель оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей области. По заявлению Сальдо, Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка подвергаются регулярным ракетным ударам. В связи с этим руководством Херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы херсонских семей. В первую очередь это для жителей правобережья. Но одновременно мы предложили и всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от тех последствий, которые могут быть сейчас нанесены ракетными ударами, тоже выехать и в другие регионы. Сальдо перечислил направление для выезда, оккупированный Крым, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край. Другой коллаборант Кирилл Стримаусов после этого обращения заявил, что никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может, а обращение Сальдо не является призывом к эвакуации. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой страны осудили организацию России так называемых референдумов. 143 страны проголосовали за, 35 воздержались и 5 проголосовали против. Это, конечно же, сама Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа. От Москвы требуют немедленно отменить свои решения, касающиеся статуса этих регионов, и вывести все войска с территории Украины. В свою очередь, парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о признании российского режима террористическим. Все на сегодня, но продолжаем информировать вас в нашем телеграм-канале «Дежурный по Донбассу». Если вам нравятся такие сводки, как эта, то их мы выпускаем ежедневно, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok